Телезрители, с вами программа «Из первых рук» и я ее ведущий Антон Пережогин. Сегодня у нас в студии исполняющий обязанности генерального директора футбольного клуба «Актобе» Максат Тюмалиев. Здравствуйте, Максат. Здравствуйте. Итак, расскажите про назначение. Как я понимаю, это произошло совсем недавно, и поэтому интересно узнать, как это прошло. И, ну, вначале же, конечно же, первоначальные планы ваши в отношении нашего футбольного клуба. Получается, двух наших команд, это команда основная, да, футбольная, и команда по мини-футболу. Спасибо. Совсем недавно, всего лишь неделю, я исполняю обязанности генерального директора. Конечно же, само назначение для меня – это огромное доверие, которое оказали мне, оказало руководство области. Я, конечно, благодарен непосредственно самому Передебеку Машбековичу за это доверие. С другой стороны, это, конечно, большая ответственность. Ответственность перед армией болельщиков, перед нашими горожанами. Я понимаю, что для них значит в футбольных клубах «Актобе». Поэтому хотел бы их поблагодарить за то, что позитивно восприняли мое назначение. Я сам изучаю все комментарии, все пожелания, которые мне присылают. Что касается первоначальных планов, в один из первых дней я сразу обратился к болельщикам с просьбой о встрече. Обратился к каждому фан-движению отдельно для того, чтобы встретиться, познакомиться, обсудить, чтобы вместе сообща уже поддерживать наш клуб. И вот все эти дни мы встречаемся каждый день. Я уже встретился с фанатами с 13-го сектора, с объединением болельщиков «Актобе Фанс». Приходили ко мне и с благотворительного фонда, который организовывает турниры различные. Это ДОС-Лайв. Со всеми, я думаю, нашли общий язык. На сегодня тоже запланирована встреча с представителем Уайт-Хилла. И ко всем болельщикам хочу обратиться, что все заявки на встречу, ни одну я не оставлю без внимания. Обязательно со всеми встретимся и обсудим все вопросы. Потому что на данный момент очень много претензий у болельщиков друг к другу, клубу. Я все это выслушиваю. Хочу, чтобы мы все вместе в следующий раз уже встретились. Я думаю, у нас много общего. Есть главное, что мы любим один футбольный клуб. Ну, понятно. Тем не менее, интересна ваша стратегия. Вот неделя, конечно же, стратегию уже какую-то вы вырабатываете. И думайте на будущее. Потому что, как я понимаю, что у болельщиков главное, чтобы команда побеждала здесь и сейчас. Чтобы это было интересно. И поэтому они следят за победами и поражениями очень ревностно. Тем не менее, зачастую стратегия футбольного клуба существенно отличается от стратегии болельщиков. Зачастую стратегия футбольного клуба строится на долгосрочный период. И вот вместе с тем такой вопрос. Будет ли какой-то сохранен вектор на прием в клуб молодых ребят, на обкатку молодых ребят наших местных футболистов, которые, возможно, не сейчас, но в обозримом будущем смогут принести блестящие победы нашему клубу? Ну, бесспорно, вектор, который взял Аким области, Бердебек Машбекович, на то, чтобы привлекать именно местную молодежь. Это правильное направление. Конечно, мы сейчас и при первой встрече, мне об этом было сказано, что нужно сохранить это направление, привлекать больше местных ребят. Но при этом нужно правильно оценивать уровень ребят. То есть нужно браться и за дублирующий состав, и за футбольные центры, чтобы ребята были действительно достойны играть за футбольный клуб Ахтюбе, чтобы они соответствовали уровню казахстанской премьер-лиги. Тот же вектор у нас и в мини-футболе. У нас есть четкая программа. В течение трех лет мы хотим создать клуб, который будет играть исключительно своими воспитанниками. Но сейчас, как я знаю, вы перед эфиром сказали, что к нам сейчас приехали легионеры, которые своими силами смогут вывести наш мини-футбольный клуб на какие-то новые рубежи. Расскажите, пожалуйста, о ближайших планах, потому что буквально сейчас начинается чемпионат Казахстана, как я понимаю, по мини-футболу, и в какой роли будет позиционировать наш клуб, насколько он близко подойдет к такому в последние годы бесспорному лидеру чемпионата Кайрату. Вот пободробнее об этом. Ну, привлечение самих легионеров, оно не противоречит тому, о чем я говорил. В течение трех лет по нашей программе в мини-футболе мы будем привлекать легионеров. И с каждым годом уровень этих легионеров должен быть все выше и выше. Только таким образом мы можем воспитать ребят, которые будут перенимать опыт легионеров высококлассных. То же самое, на мой взгляд, нужно делать и в футбольном клубе, в большом футболе. То есть легионер, он должен быть на голову, а то и две выше. Местных ребят, они должны у него учиться. Мы должны воспитать профессионализму, не только на поле, за пределами поля. Мы должны воспитать настоящих профессионалов. Кстати, вот по мини-футбольной команде, кто к нам приедет? И сколько легионеров будет в футбольной команде, а сколько будет местных? Соотношение. Вообще мы привлекаем только двух легионеров. Приедут два представителя с Бразилии, с чемпионата Бразилии. Привлекли мы двух игроков сборной Казахстана. Также для того, чтобы они поделились опытом с нашими ребятами. Просто мы здесь объективно подошли к нашему клубу. Мы понимаем, что прошло очень много времени, когда город был без мини-футбола. У ребят нет мини-футбольной школы. Чтобы это все наверстать, мы пригласили высококлассного тренера Олега Петровича Солодовника с Украины. И теперь привлекаем и легионеров, и опытных игроков. Можно ли будет в этом сезоне уже видеть победы нашей команды над Кайратом? Когда-то команда «Рентген» блистала своей игрой. И там, конечно, большая половина игроков были легионеры из российского чемпионата, из украинского чемпионата. Тем не менее, очень хорошо играли с Кайратом. И были победы, и громкие победы. На этот раз, в этом году, надеетесь на такие победы или пока что стоит подождать? Конечно, к каждой игре мы подходим с целью победить. Независимо, Кайрат это или другой соперник. Сейчас просто мы понимаем уровень этой команды. Она в числе лучших команд в Европе. С одной стороны, мы видим, к чему надо стремиться. Но, конечно, мы будем в отдельно взятом матче. Мы можем обыграть любого соперника. Всего лишь две недели назад мы обыграли Аят, серебряный призер. Хотя у него были четыре бразильца. Мы местными ребятами их обыграли. Но нужно здесь понимать, что у нас нет сейчас пока команды, которая может стабильно обыгрывать тот же Аят. Мы сейчас строим команду. Будем учиться на ошибках. Понимать, кто нам из ребят нужен. Кого нужно привлечь в будущем. Сейчас, пользуясь случаем, хотел бы и болельщиков призывать, что 25-го числа, 25-го ноября в 7 часов будет первый домашний матч. К нам приедут гости из Шимкента. 26-го ноября в 4 часа пройдут матчи во Дворце спорта. Всех приглашаем. Вход будет бесплатный. Мы обещаем, что организуем шоу большое и за пределами поля. И я думаю, ребята покажут шоу и на паркете. Спасибо вам большое. Хотелось бы напомнить, что в нашей студии был исполнительный, исполнительный обязанности генерального директора футбольного клуба «Актобе» Максат Тюмалиев. Спасибо вам большое, Максат. Спасибо. До встречи.